здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим еще раз о причинах аутизма довольно часто мы слышим от родителей детей с аутизмом что психолог им сказал или сказала что причина аутизма не известная что это очень загадочное состояние непонятное неизлечимое безнадежное иногда мы даже слышим что такие слова люди слышали от психиатра и даже от невролога так что же неужели действительно все такое вот загадочное никто ничего не знает давайте посмотрим уже как-то записывали лекцию на эту тему я повторюсь не только главный тезис причина аутизма это органическое нарушение мозга давайте поговорим о доказательствах данного утверждения те методы которыми мы пользуемся это одно давайте посмотрим если какие-то другие доказательства ну во первых во многих случаях признаки органического нарушения видны на мрт практически всегда нарушение деятельности мозга этих детей фиксируется на электроэнцефалограммах важно чтобы ээгэ было сделано в хорошей лаборатории опытным специалистам по правильным скажем так при соблюдении всех правил методики также существуют различные косвенные признаки того что мозг ребенка с аутизмом не соответствует по развитию структуре или иным каким-то параметрам мозгу здорового ребенка например существует такое понятие минимальные мозговые дисфункции их наличие указывает на то что мозг ребенка органически поврежден но про косвенные признаки мы поговорим как-нибудь другой раз сейчас мы поговорим про то есть ли какие-то научные исследования которые бы определили природу аутизма ну что же садимся за компьютер открываем google и начинаем искать и мы быстренько находим что на западе такие исследования проводятся регулярно они проводятся скажем так на небольших выборках потому что на больших видимо нужно гораздо большее финансирование но даже из того что есть вот например возьмем одно исследование проведенное в university of california в сан-диего в 2014 году статья на эту тему была опубликована в new england journal of medicine и собственно там есть и на нее ссылаются причем очень много других исследователей собственно как я посмотрела практически все те кто делают более позднее исследование ссылаются и на это исследование тоже это исследование было выполнено на материале умерших людей страдавших аутизмом и здоровых для сравнения они получили такие результаты мы наблюдали очаговые участки аномальной ламинарной циту архитектуры и корковой дезорганизации нейронов но не глии в префронтальной и височной кортикальной ткани у 10 из 11 детей с аутизмом и у одного из 11 здоровых детей мы наблюдали неоднородность между случаями в отношении типов клеток которые имели аномалию которая концентрировалась пятнами и слоев которые имели наиболее выраженные патологические особенности ни один кортикальный слой не был равномерно сохранен во всех наличествовали четкие признаки ненормальной экспрессии в слоях 4 и 5 трехмерная реконструкция маркеров слоя подтвердила очаговую геометрию и размер пятен звучит очень сложно поэтому давайте мы посмотрим так сказать внутрь статьи о чем же там говорится я немножко сократил себе работу поскольку на эту на тему этого исследования свое время была огромная статья на ресурсе wired.com которые я очень люблю за их дотошность они очень любят вникать в детали и излагают их очень упорядоченно при этом понятным языком они обычно берут интервью у всех участников исследования там и выясняют всякие подробности которые в статье могут даже и не указываться и вот давайте что посмотрим что же они написали про это исследование поговорим с его руководителями исполнителями я перевела это на русский по возможности скажем так за художественность текста не ручаюсь было действительно трудно идентифицировать поражение или что-то такое специфичное в мозгу который бы четко диагностировала аутизм сказал томас инсель директор национального института психического здоровья одного из нескольких агентств которые финансировали проект новое исследование примечательно потому что она говорит инсель применяет сложные методы молекулярной маркировки для анализа посмертной ткани людей страдающих аутизмом которые умерли в детстве если этот признак действительно консистентно повторяется это еще одно доказательство того что аутизм начинается пренатально и проявляется только тогда когда дети начинают испытывать проблемы с языком или социальным поведением в возрасте двух или трех лет сказал инсель этот тип изменений в клеточной архитектуре обычно происходит во время развития мозга вероятно в первой половине второго триместра кора головного мозга представляет собой тонкий слой ткани на поверхности мозга у нас людей его столько что она складывается чтобы поместиться в наших черепах придавая нашему мозгу морщинистый вид кора играет важную роль во всем от базовых функций таких как планирование движения осмысление информации которые мы получаем от наших глаз и ушей до более сложных вещей таких как язык и абстрактное мышление если вы сделаете поперечное сечение коры головного мозга и посмотрите на нее под микроскопом вы увидите что она имеет последовательную клеточную архитектуру с шестью различными слоями каждый из которых населен определенными типами нейронов с определенным типом связи с другими нейронами эта единая организация как считают многие нейробиологи делает кору таким мощным и гибким компьютером но согласно вот этому новому исследованию эта организация нарушается у многих детей с аутизмом куршес на и его коллеги изучили посмертную ткань головного мозга у двадцати двух детей которые умерли в возрасте от 2 до 15 лет у половины был аутизм у половины нет симптомы тех кто имел этот диагноз сварьировались от легкой до тяжелой с помощью эда лейна и других ученых из института мозга имени аллена ученые применили генетические маркеры которые маркируют определенные типы клеток и определенные слои коры в 10 из 11 аутичных мозгов они обнаружили участки коры структуру которой не соответствовала норме нарушенная структура располагалась пятнами пятна были размером несколько миллиметров примерно от четверти до половины дюйма то есть от 60 миллиметров до примерно полутора сантиметрах в некоторых местах отсутствовал определенный слой клеток других не было только каких-то определенных клеток детали варьировались от случая к случаю исследователи обнаружили эти аномалии в височной префронтальной коре областях играющих критичную роль в языке и познании нарушение которых в общем плане имеет отношение к симптомам аутизма они не видели нарушений в затылочной коре области в первую очередь связаны со зрением которые обычно не нарушается при аутизме они также не видели их мозгах 10 из 11 детей без аутизма у одного ребенка в этой группе без аутизма у которого были участки нарушенной структуры коры головного мозга также были случаи тяжелых приступов которые если не совсем объясняют эту находку но тем не менее могут иметь отношение к делу говорит куртчин ну вот собственно мы потратили наше сегодняшнее время лекции на вот это одно исследование хотя и небольшое но очень знаковая с 2014 года в сша были проведены другие исследования включающие исследование нервовоспалений продолжение исследования структуры мозга и других кому интересно может обратиться к доктору гуглу только учтите что все статьи находятся при поиске на английском языке я попыталась поискать по-русски но не нашла ничего возможно просто по-русски надо искать каким-то другим ключевым словам если вдруг найдете по русски какие-то статьи до добавляйте в комментарии мы с удовольствием ознакомимся спасибо всем хорошего дня до свидания спасибо что а а Продолжение следует...